И всем привет, ребят, с вами Мстер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас пятница, и я решил впервые за долгое время записать игровой видос с праздничного режима. Сегодня у нас стартовали новые супермиссии, ну и плюс появился режим. Решил скатать, посмотреть, что же он из себя представляет. Сейчас зайдя в катку увидел хопера, рикошета с бластером, хопера с старыми еще настройками, ну и в принципе это дефолтный НЛО режим. Скатаем сегодня его в рамках видеоролика, посмотрим, насколько большое количество кристаллов можно будет зафармить в этом режиме, ну и насколько он вообще эффективный. То есть если рассматривать его с точки зрения фарма, а не с точки зрения подбора золотых ящиков, а хотя может еще и голдов сумеем половить. Нужно конечно понимать, что они метеориты и где-то наверное таки их будет потяжелее словить, но все равно в рамках такого режимчика наверное стоит на них тоже обратить внимание. Карта у нас безумие, повышенный шанс золотых ящиков имеется, также имеется возможность выбора самому дрона на котором играть, хопера настройки можно так сказать наверное прошлогодние и новый эффект бластера на рикошет. Если здесь наверное набрать хорошее количество киллов, то в целом можно будет получить приятные цифры по фонду, но насколько приятные я честно не знаю, поэтому давайте скатаем и посмотрим, что же нам удастся здесь зафармить. Ну и также конечно нужно не забывать, что можно еще прожимать овердрайв, поджигать противника и быстренько стараться его уничтожать, потому что овердрайв копится супер быстро молниеносно и поэтому я думаю, что возможности уничтожать противника у нас тоже должно быть много. Крит довольно большой, плюс я использую дрончик кризис, да, то есть я считаю, что здесь на кризисе можно побыстрее уничтожать противника, поэтому посмотрим насколько все это эффективно у нас будет работать. Ну и заодно поиграем на бластере с таким вот нестандартным звучанием. Так, у нас уже есть один боец, который набил целых 7 килов, посмотрим, удастся ли мне его вообще обогнать, могу ли я здесь набенсить больше, чем он. Так, ну и также мне было бы неплохо чуть пограмотнее прожимать свои овердрайвы, чтобы где-то подлетать на нужную высоту и уже с этой высоты стараться накидывать урончик по противничку. Ну и заодно можно еще также смотреть где-нибудь на золотые ящики, потому что могут быть моменты, когда голды будут передо мной и можно будет что-нибудь тоже словить. Благо здесь, конечно, хоппер старый и не так сильно он в полете маневрирует, как сейчас, да, то есть он более устойчивый по сравнению с тем хоппером, который был, ой, который есть у нас сейчас. Поэтому можно чуть-чуть побольше его пораскручивать. Ну и посмотрим, сколько вообще пилов здесь будет, за 2,5 минуты у меня уже десяточка есть, по идее здесь игроки играют же больше на голды, соответственно, наверное, можно будет заформить неплохое количество кристалликов. Так, я еще иногда не понимаю, как работает этот бластер, немножко непривычен, непривычен мне вид его, ну а звук так тем более, вообще какая-то пил-пил-пил-пил-пил-пил-пил-пил-пил. Какие-то пуколки здесь напердывают, такие нестандартные, но ладно, это уже так, небольшое отступление. Так, быстро пробуем уничтожить бойца, уничтожим или он уходит от нас? Уходит, но поджожник сработал, хорошо, четко. Так, пробуем сейчас забрать вот этого молодого бойца, ну блин, нифига себе он меня обманул, я думал, что я его сейчас на оверку посажу, но не тут-то было, не получилось у меня. Так, попробуем слить вот этого, нет, убегает у нас боец, это как-то у кризиса долго переключается здесь расходка, а, может быть, потому что здесь дефолтные настройки кризиса. Без прокачки вроде как у нас этот режим, поэтому может быть немножечко некомфортно из-за этого то, что тут переключение такое более долгое с расходки на расходку, но на кивы, наверное, супер сильно это влиять не должно, и мы должны вместе с вами здесь неплохо оформить! Смотрите, а я взял и улетел вниз, и еще у нас сервер залагал, ну вообще круто. Прикольно, когда вот так вот сервер залагивает, когда ты летишь вниз под оглушением, не? Ну ладно, ничего страшного. Так, попер не успел выпрыгнуть, килл мы забрали, 15 киллов у меня в зачете имеется. Уже за 4,5 минуты. Ну, наверное, это немного. Наверное, это не супер хороший результат, но будем стараться сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тише-тише-тише-тише. Будем стараться сейчас эти результаты увеличивать. Может быть, здесь даже лучше было бы и не кризиса использовать, а какой-нибудь гипериончик, чтобы иметь на постоянной основе фуловую расходочку. А то я тут взял гипериона, и сейчас думаю, что может быть его-то... Ой, гипериона, кризиса. Может быть, его-то тут особо-то использовать и не было такого прям смысла. Ну ладно, уже так. Все равно киллов здесь много, ребята не бьют, поэтому надо просто сконцентрироваться и стараться играть на эти уничтожения. В прошлом году, когда этот режим был, либо в прошлом, либо в пазо-прошлом, потому что я уже не помню, насколько это было давно, мы подобный режим играли. Играли и на стримах, и на видос. Даже, мне кажется, я записывал. И тогда получалось в этом режиме неплохо так фармить. Сейчас я уже стал в последнее время намного меньше обращать внимание на спец такие праздничные всякие режимы, потому что и интереса как-то в них стало намного меньше у меня лично. И сейчас так вообще появились интересные прошки. Да, и я по большей части акцентирую внимание сейчас на них. Поэтому где-то бывает я уже не захожу просто в праздничный режим, но сегодня решил зайти проверить, что же у нас в хопера-рикошете. И насколько можно здесь хорошо заформить крестуликов. Единственная проблема, которую я вижу прямо сейчас, это то, что овердрайв супер-быстро накапливается. Из-за того, что он так супер-быстро накапливается, противника уничтожать в моменте становится тяжелее. То есть он прожимает овердрайв, например, меня стопит, поджигает, падает вниз, и у него практически сразу появляется еще одна оверка. То есть в теории он может играть от этих прыжков на постоянной основе, и мне его законтрить будет довольно-таки тяжело. Но если, конечно, попадать под противничка, который не особо понимает, что он делает, то, может быть, и будет получаться еще и уничтожать. Так, быстренько на кризисе. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет здесь гол падать. Интересно, меня отсюда убьет или не убьет? Давайте проверим. Давайте проверим. Убьет? Да, убивает здесь. Я что-то думал изначально, что меня тут не убьет, и я еще выжить смогу. Так, 21 килл у меня. Нужно не забывать, что если от метеорита убивают, то это тоже минус. Пилочек срабатывает. Так, ясно, понял. Поджог, конечно, не кислый такой. Срабатывает, поэтому можно вообще хоппером типа вглушить и уничтожать. А если бы здесь были бы еще хоппера теперешние настройки, то это же вообще было бы габелла, я считаю. Насколько бы жестко можно было бы уносить здесь противника. Например, вот так в упор подъехал и просто оверку вбемсил и спокойно его уничтожил. Криты, конечно, очень хороший. Так, залетает плюс кильчик у нас. Пробуем сейчас уничтожить еще одного молодого. Меня уже, кстати, по очкам обогнали. Обогнали. Ну, не сказать, что жестко, но так немножечко, немножечко меня уже на бэнтливают. Так, хоппер, не лети в минус, пожалуйста. Что на первом месте? Генеральчик какой-то, нифига себе. 28 киллов у него уже. При том, что, скорее всего, он заходил в начатый бой. То есть у него очень хорошо идут киллы. Очень неплохо получается уничтожать на этом хоппере. Видите, я подлетел, и у меня сразу еще одна оверка появилась. Но я считаю, что это чересчур много овердрайвов. Лучше бы их было бы немножко поменьше. Так, ну и быстро пытаемся сбрить. Одного бойца сбриваем. Овердрайв не успеваю реализовать. 26 киллов. 26 киллов у первого места 29. Давайте постараемся его обогнать. Если получится, то будет супер круто. Так, вот этого бойца как раз-таки я только что увидел на генерале. Который тут бэмсит и нагибает. Всех подряд. Ну и давайте попробуем, может быть... Блин, там кто-то летит надо мной. Давайте лучше уедем от него. Так, здесь ддшечки. Такая долгая переходка с расходки на расходку у кризиса, который не качаный. Что это ужас. Лучше бы я здесь не кризис, взял бы агипериончик. На гипериончике, мне кажется, было бы намного актуальней. И мне бы это работало в плюс. А так на кризисе... Хоть ты имеешь повышенный урон, но все равно в моменте это не окупается и не работает, к сожалению. Хотя я думал, что это будет супер круто и эффективно. Но на деле немножко по-другому. Так. Хоппер у нас вылетает. Пытаемся сразу за ним. За ним по-быстренькому. Накидать, накидать. Хорошо. Двадцать девять кильчиков есть у меня в зачете. У первого места тридцаточка. Так. Приблизился я к нему. Это уже неплохо. Пробуем быстро хоппера забирать. Который еще и без расходки. Ну и поджожек еще накидываем по противничку. Может быть от меня догорит. И плюс килл залетит. Так. Здесь мы что делаем? Здесь мы чуть-чуть накидки и поджог контентовый добавляем. Он тоже у нас отпрыгивает. И спокойнейшим образом догорает. Так. Ну можно даже и на самом хоппере тут по сути киллов неплохо так наделать. Главное аккуратненько и четенько прыгать. Чтобы это работало. И поджожек у нас также по противнику срабатывал. Тридцать три кила! Так. Выходим на первое место. Ну тут прям знаете такая поднюшка конкретная. Конкретная поднюшка. Так. Пробуем. Хорошо. Поджог оформили. Но у него была аптечка. К сожалению. Кто-то еще на защитниках играет. Сейчас в матчмейтинге. Я в шоке. На защитниках играть. Так. Скилл есть. Хорошо. Поджог оформляем. Так. И уничтожить не получилось. К сожалению. Ни одного, ни второго. Но главное я сам не уничтожился. И не слился. Это тоже неплохо. Так. Что у нас здесь с бойцами? Пробуем. На БМС. Пробуем. Улетел боец. Так. Ну и еще один улетел. Ну что-то как-то не очень такой респ у меня получился. Под противничка. Ну а у Горуда здесь у генеральчика все идет четенько. В очередной раз он меня уже обгоняет. Так. Вот этот должен быть секцион на одну тычку. Хочет от меня убежать, чтобы я на нем тыл не сделал. Блин. Он был просто на один выстрел. Я его к сожалению не уничтожил. Ну ладно. Страшного бывает. Так. Пробуем сейчас наверх чуть-чуть. Забэмсить. И накидочку. Накидочку. Хорошо. Супер. Залетела. Добавочка. Нифига себе. У дальностью этого рикошета тоже неплохая. Я думал, что у него дальность намного меньше. Тут просто такие маленькие шарики. Кажется, что как будто они и на дальность так хорошо не летят. А на самом деле неплохо так. Неплохо. Неплохо. Неплохо бэмситься. Можно пробовать и на дальность. Чтобы залетал некислый урончик. Так. Еще одного бойца сливаем. Пробуем сейчас этого молодого поджигать. Ой-ой-ой-ой. Улетел я. Ну. Даже. Ой. Ничего себе. Даже так можно. Офигеть. Тут можно было и допил злона. Не долететь. Если бы еще бы побыстрее бы чуть-чуть овердрайв бы копился. Офигеть. Ничего себе. Такого прикола я не знал. Так. Где-то у нас гол будет. Пока ребятки газуют за голдом. Я газую за киллами. Так. Хорошо хоть. Здесь полетик нормальный у этого хопера. Так. Поджигаем. Чтобы кильчик забрать у молодого. Так. И гол падает. Ну наверное не в самой лучшей позиции. Под киллы. Но все равно пойдете. Сейчас мы попробуем здесь чуть-чуть прыгнуть выше. Может быть даже еще выше. Хотя. Нет. Три фраг стоит. Давайте три фрага заберем. На скорости быстренько поднимемся сюда повыше. Так. Еще килл. Еще килл доработать. Хорошо. Поджог. Есть контактик. Есть контактик. Так. Уничтожаем еще одного бойца. Так. Вниз на прыжке. Двоих на поджог. Накидываем. Хорошо. Еще один догорает. Да. Здесь конечно. Одним только корпусом. Можно столько киллов сделать. Просто за счет грамотных овердрайвов. Можно очень круто поджигать. И эти противники потом просто догорают. Через время. И киллы вам в зачетик вкусно идут. Сейчас попробуем вот этого молодого без овера слить. Он хоть и прожимает. А можно его еще и овердрайвом добускать до конца. Чтоб он догорел. Да. Он догорает. Супер. Так. Пробуем уничтожить вот этого молодого. Крит ему залетел. Хороший контентовый. Так. Меня тут хотят скинуть. Ладно. Ничего страшного. И чуть-чуть на катике. Так. Поджожик вкусный. И молодой просто падает в киллзону. Еще один кильчик. Дорабатываем. Но неплохо. Неплохо. Киллов конечно я тут супер много не набил. 47. Но первое место я свое забрал. И. 10 тысяч кри. За такую. Каточку. То есть если постараться и дать здесь киллов каких 60. То за такую катку можно наверное заработать где-то 1011-12. То есть в целом наверное с точки зрения киллов и праздничного режима неплохо. Неплохо можно заработать. Неплохо можно заформить. Но я как уже сказал в последнее время не сторонник таких супер режимов. Да спец режимов мне как-то они особо не заходят. Я лучше там в прошечку какую-нибудь за шпилью. Но кому-то может быть очень даже он понравится. Половите голды. Пофармите. Так что пишите что вы думаете по поводу этого праздничного режима. Заходили в него не заходили. Фармится он. Этот режим не фармится. Поддерживайте также конечно же видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик. Дабы не пропускать новые видеоролики. И про текст создателя контента тоже не забываем. В настройках игры. В аккаунте кемо личный текст это текстимп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов и 20 тысяч танкоинов. Вся информация по этому поводу есть в описании. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.